В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее по-прежнему я, Александр Гурарье. Поковник армии самопровозглашенной Донецкой Республики Михаил Толстых, больше известный по своим позывным ГИВИ, погиб в результате террористического акта. В результате, по некоторым данным, была запущена небольшая ракета в помещение штаба, где он находился. Мы беседуем с донецким журналистом Андреем Бабицким. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов, и можете сказать, кто такой был Михаил Толстых и как он пришел в армию Донецкой Республики? Ну, я довольно мало знаю о том, что предшествовало его приходу. Я помню, как в украинских социальных сетях обсуждалось его прошлое и издевались над... Участники обсуждения этих издевались над тем, что он работал когда-то охранником в магазине. А мне кажется, что это как раз удивительный факт, который заслуживает особо пристального внимания, потому что действительно эти люди пришли, ну вот просто с улицы, да, там, Моторола, ГИВИ. Это, собственно говоря, плоть от плоти народной. Они пришли, потому что не могли, значит, вести себя иначе, да. Они поэтому и стали символами именно народного протеста, что это не посланные люди, это не сошедшие с ума. Это вот просто обычные охранники, таксисты, предприниматели, те, кто от своих привычных занятий, от ежедневной рутины, когда пришла необходимость, когда возникла необходимость защищать Родину, взяли в руки автомат. И в этом смысле мне как раз вот такое очень ординарное прошлое Михаила Толстых представляется хорошим прологом к его военной биографии. Он местный, донецкий, да? Да, он донецкий, да. То есть это не пришли. Скажите, на ваш взгляд, ну понятно, что существует несколько версий. Была такая версия, что это вообще убрали его российские или пророссийские силы. Наиболее, так сказать, обсуждаемая версия, что это дело рук спецслужб Украины. Ну и третья версия, что это внутренние разборки в самой Донецкой республике. Какая версия кажется более правдоподобной вам? Ну давайте скажем так, что версия относительно российских спецслужб и внутренних разборок, они более или менее сходятся, так сказать, обе эти гипотезы. Это то, что, на мой взгляд, продуцируется украинской стороной для того, чтобы подорвать у людей, проживающих в Донецкой народной республике, веру и в себя, и в собственные силы, и в те власти, которые сейчас руководят процессами в республике. Потому что, ну, если этим версиям давать хоть какую-то веру, тогда за каждым поворотом мерещится предательство. Это не очень хорошая основа для уверенности в будущем. Поэтому, ну, я как бы исключаю эти версии еще и потому, что на самом деле ни Гиви, ни Моторола не были людьми, которые участвовали в каких-то политических процессах. Они не составляли никому конкуренции. Их политика не интересовала вовсе ни в какой парламент Донецкой народной республики они не стремились и не могли быть избраны. Вот эта версия сейчас получила очень широкое распространение на Украине, что вот, дескать, они были убраны потому, что украинская сторона не желала видеть, значит, в, ну, скажем так, объединенной Украине, куда войдет частью Донецкая и Луганской области по Минским соглашениям, они не видали, не желали видеть, ну, скажем так, в объединенном парламенте таких людей, как Гиви и Моторола, которые несут ответственность за гибель украинских солдат. Ну, это бред сивой кобылы, на мой взгляд, значит. Ну, и еще, кроме всего прочего, Гиви и Моторола были командирами, которые исполняли приказы, которые, чьи подразделения являлись частью армейского корпуса Донецкой народной республики. Да, их никак нельзя было упрекнуть в атаманчине, которая, ну, послужила причиной известных событий в Луганске два года назад, год назад, когда убирали местных командиров, претендовавших на политическую власть и на, там, существенный авторитет, угрожавший авторитету власти ЛНР. Здесь совсем другая ситуация, эти люди были в полном, так сказать, контакте с главой республики, да, выполняли, так сказать, все распоряжения и приказы армейского командования и, в общем, никому не мешали, никому, ни при каких обстоятельствах они не могли перейти дорогу, они возглавляли собственные батальоны и вели успешные боевые действия. То есть, на Ваш взгляд, если это невыгодно было ни российским, ни донецким властям, руководству, то, скорее всего, это сделали, значит, украинские спецслужбы. Тогда вопрос следующий. Эти люди, ну, вот, Гиви и Моторола, они действительно были столь успешными командирами, что представляли реальную угрозу для украинской армии, именно на них была открыта охота, поэтому? Ну, Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, да, то есть, во-первых... То есть, Вы просто сказали, что это была такая фигура не очень, так сказать, значимая, это был руководитель среднего звена командир, да, и вот на него охотились спецслужбы. Я этого не сказал. Нет, это ключевые фигуры в обороне рубежей Донецкой Народной Республики. А, ну, то есть, они просто не политические, а именно, вот, военные фигуры? Да, военные, конечно, конечно, военные, исключительно военные. Вот, ну, и это одна из причин, по которым именно они стали объектами покушения, но есть и иные причины, да, То есть, с одной стороны, спецслужбы могут таким образом продемонстрировать свою дееспособность, да, значит, внести разлад в мироощущение граждан Донецкой Народной Республики, потому что, ну, вот они вот демонстрируют, что там, карающий меч нацистского правосудия может достать каждого, да, вот. Кроме того, эти фигуры были символическими, они олицетворяли собой народный протест, да, это вот люди из народной среды. И в этом смысле, так сказать, их уничтожение, оно, как бы, являлось таким покушением на крайне важные символы, да, значит, ну, и, наверное, так сказать, там, генералы, которые разрабатывали и осуществили эту операцию, они, там, не останутся без наград, для них это, так сказать, там, серьезная доказательство того, что они несут свою службу вполне эффективно. А не кажется ли вам, извините, Андрей, я вас, извините, перебиваю, что вот, если придерживаться версии, что это сделали спецслужбы Украины, то не кажется ли, что они выбрали не самый, так сказать, простой путь, то есть, взрыв произошел, то есть, ликвидация произошла внутри самой базы, на территории базы, в его личном кабинете, то есть, не проще ли было, если они хотели его ликвидировать, сделать это где-то на улице, ну, по крайней мере, не внутри охраняемой территории, то есть, это все было вдвойне сложнее. Это больше, как бы, наводит на мысль, что это сделали кто-то свои, кто-то имел доступ на эту базу. Значит, база выходила окном на обычную проезжую часть. А, то есть, это просто громкое название база, да? Да, это просто какое-то бывшее производство или помещение, или общежитие, сложно сказать. Вот, проезжая часть, и фактически вплотную, значит, на эту проезжую часть выходят окна этого так называемого штаба. Да, то есть, для того, чтобы произвести выстрел термобарическим зарядом шмеля по окнам, вовсе не обязательно, значит, там, разрабатывать какую-то сложную операцию, просто с открытой площадки грузовика или внедорожника, который проезжает мимо и притормаживает, для того, чтобы стрелок мог прицелиться. Да, этот выстрел и производится. Ничего никакого нет, совсем не хитрая наука. Вот, значит, там есть возражения относительно того, что вот эта ДРГ, которая зашла в Донецк, там, сложно было пробиваться, так сказать, через линию соприкосновения, что таких резервов, таких ресурсов у украинской стороны нету. Я не думаю, что вообще речь идет о какой-то ДРГ, которая была переброшена с той стороны. На самом деле, в Донецке достаточно людей, которые ждут возвращения Украины, готовы предпринимать какие-то действия для того, чтобы это возвращение состоялось, чтобы Донецк никогда не ушел в Россию, людей, которые всем сердцем, так сказать, желают возвращения прежних порядков, ненавидят нынешние власти. И, собственно говоря, из них, из этой среды, так сказать, вербуются, я думаю, исполнители подобного рода диверсий. То есть, это, в общем, очень дешевая и совсем простая вещь. Значит, там, что касается убийства Моторолы, то за две недели до того, как он подорвался в лифте, значит, человек, который направлялся к этому дому и нес в руке какое-то взрывное устройство, собственно, на этом взрывном устройстве и подорвался, его там разбросало в разные стопы. Понятно, что, значит, это был, ну, такой пробный шар или не пробный шар, а вот там послали сначала одного, значит, вот ему там разнесло голову и тело, нашли другого, послали другого, вот так сказать, он там заложил взрывное устройство. То есть, это не такая сложная, как кажется со стороны операция, в которой нужно обязательно задействовать специально обученных людей. Берутся самые обычные, случайные, так сказать, сочувствующие и, там, радеющие за Украину, которые готовы, значит, там, совершать подобные действия. Ну, честно говоря, это действительно неожиданное объяснение. Все пишут вот и в интернете, и в прессе, и в разных изданиях, что вот, это на базе, все. Вы сейчас просто расставили все точки над «и», то есть, это база, это абсолютно условное название. Да, и тогда, в общем-то, действительно, то есть, нет никакой необходимости присылать какую-то там диверсионную группу, там, супергруппу, как в кино это делается, да. То есть, это могли быть совершенно обычные, так сказать, ну, в кавычках, конечно, обычные граждане, которые могли управлять таким оружием. Да, ну, я думаю, что все-таки результаты следствия будут оглашены в ближайшее время, мы узнаем, так сказать, более точно все же, что произошло, и, главное, кто заказчик этого убийства. А я, тем не менее, благодарю вас, напоминаю, что мы беседовали с донецким журналистом Андреем Бабицким. Спасибо, Андрей, всего доброго. Продолжение следует...